Навести порядок дома. У себя дома. Елена Кондратюк мечтает уже несколько лет. Молодая женщина росла в детском доме. После того, как выпустилась, стала снимать квартиру. Сейчас живёт здесь вместе с четырёхлетней дочкой. Из зарплаты воспитателя в 7 тысяч рублей. 4,5 приходится отдавать на оплату жилья. Здесь как бы сложно с съёмным жильём. Ну, как бы, конечно, просят денюжку немалую, чтобы платить. Три года назад Елена встала в очередь на получение жилья, положенному по закону детям-сиротам. Полгода назад молодой маме в администрации Усольского района сообщили, что её дом строится. С тех пор Елена следит за его возведением. А сегодня ей показали будущую квартиру. Это однокомнатная квартира с площадью 30 квадратных метров. Отдельная кухня, индивидуальная батарейное отопление. Есть и ванная комната с бойлером. Самое главное, что это уже своё жильё. Уже будем по-своему думать и решать, как что делать. Это своё уже. Ни съёмное, ни на дядю чужого там что-то делать ему. Своё. Этот двухквартирный дом типовой. По такому же принципу на территории посёлка Железнодорожная построено 10 домов. За каждым закреплён участок площадью 7,5 соток. Ключе от этих квартир получат 20 детей-сирот. В первую очередь, конечно, получат дети, проживающие здесь, в посёлке Железнодорожный. В остальные квартиры у нас заселятся дети из тех муниципальных образований, где строительство таких домов не ведётся. Естественно, это с их согласия. Дома для детей-сирот строятся на трёх разных улицах в перемешку с другими частными владениями. Это сделано для того, чтобы новосёлы не чувствовали себя, как в детском доме. Их соседями будут обычные жители посёлка. Почти все дома, готовые к эксплуатации, остались лишь оформить документы и до конца года в них справят новоселье. Как рассказывают в администрации, хоть социальное жильё строилось за короткое время, за летний период, на его качество нареканий у новосёлов быть не должно. Я не скажу, что наш подрядчик экономил на качестве материалов, поскольку кровельный материал – это черепица, дорогостоящий материал по сравнению, например, просто с оцинкованным профилем. И стиль весь был с нами согласован. Металлический сайтинг, не пластиковый, тоже низ отделан. Ну, симпатичный, так, ансамбль выписался, хороший. Пластиковые окна, качественные двери, неполимерные покраски, порошковые. В общем, я думаю, что и санфоян, сантехника вся качественная. Наличие качественной сантехники, несомненно, радует Елену. Вместе с тем, молодая женщина планирует покупку новой мебели и создание уюта в своём доме. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.